здравствуйте друзья готовлюсь к вебинару вот и там у меня начало вебинара он будет понедельник каждый понедельник так что я даже дату называть не буду пока будет смонтирован сегодня суббота вебинар 27 ночи 25 вряд ли будет готов но зачем здесь хожу я пытаюсь вычислить сортообразец который я назову именем юрий лисеевич латинкова это будет небольшая интрига смотрите сюда есть уникальная вещь уникальнейшая вот вот этот абрикос он выдающийся скромные плоды я бы назвал патриар хотя этой папой мама он родит в этом году я ожидаю выражать 30-40 ведер дерева верите пойдем поближе могу я назвать его латинковым пожалуй нет потому что слово патриарх стало нарицательным то есть он уже приобрел собственное имя вот этот шедевр видите интересно еще знаете чем когда-то я был простым наимным не побоюсь этого слова дураком я резал как меня учили я не знаю что меня учат со смертельным приемом вот здесь уже лучше вот эта ветка уже не отрезана на кольцо отрезана так почему потому что это дерево рухнуло и вот сколько смог столько оставить и уже когда я оставил вырезала вот такая ветка и посмотрите сколько на ней плодов когда не созреет это будет ведра 2 только на одной вот этой веточке вот на этой вот ну посмотрели да пожалуй он останется патриархом уже на века почему это самое выдающееся дерево во всей сибири на востоке есть такие на дальнем приморье сих это линьский горах но она у меня культуре на это его плюс казалось бы для меня не очень вкусно но подарил же два ведра главному редактору газеты фазента пока не ехали несколько дней они эти оба ведра и съели посмотрим дальше вот это дерево она сильно изменилась когда-то это был продолговатые крупные плоды под названием манитоба 604 она считается манитобой но теперь она стала вот это близкое соседство видите телегонии вроде не существует но плоды изменились так что а даже близко даже никакого намека на манитобу вот что-то среднее вроде амура что-то среднее видите с хвостики на конце а почему он возле амура а потому что вот он амур вот его крона смотрите вот он сосед а вот еще один амур вот он но амур он хоть и дает большие урожаи я его называю мечта хозяйки но это мечта хозяйки хозяйкам то и недоступно на самом деле плоды не крупные чуть-чуть кислинкой мякоть твердая косточкой легко отделяется то что нужно хозяйке но опять же назвать его он сохранил свои качества ну стал немного круглее видимо влияние вот этого подумай вот пойдем дальше искать претендента на чтобы уже знаете а юрий алексеевич у него прекрасный сайт и на этом сайте прекрасные фотографии там вот королевский железова серафим железова рыжий железова и так далее и вот получается так что мы не имеем права называть своими именами вот это получается как бы принадлежность что от железова получены а нам нужно другое дело в том что если бы была абрикос железов но я до такого еще не дошел но я имею право морально назвать один из тех необычных сортов которые уже ни на что не похожи и вы не найдете аналогов ни в одном справочнике вот один из них смотрите правда у нас засуха дикая поэтому плоды все еще мелкие но уже претендует на 100 граммовые вот юрий алексеевич знаете каких назвал он их назвал 100 граммовики так через ему уже съели ладно хотел просто похвастаться сибирь самая северная и самая моростойки в мире черешня это у меня я люблю это но опять же я не использовал когда-то я говорю черешья боднара а вот взять на себя миссию назвать черешью боднар мне нужно еще пару урожаев вот это вот абрикос мичуринский его не переименуешь плоды увеличились последний сезон был уже до 100 граммов так вот как это случилось вроде телегоне старинное дерево не смотрите что она еще не кажется большим вот это бывший академик вот плоды его видите бывший академик вот она нависла буквально над мичуринским вот теперь гадайте мичуринский плоды увеличили за эти годы в три раза достигли 100 грамм посмотрите и так это мичуринский заговорить это тут ветки замкнулись это вот сейчас так выглядит академик а вот так выглядит мичуринский я все еще надеюсь почему дикая засуха настолько дикая что у абрикосов и лист помельче пожиже и сбрасывали смотрите сколько сбрасывали они плодов вот но тем не менее урожай приличный и я еще надеюсь что мичуринский достигнет то хотя бы 80 грамм но он мичуринский все его по-другому назвать уже не имею права идем дальше вот идем дальше еще одна разновидность академика вот она сейчас увидите вот она видите претендент название абрикос латинку но решать и от предварительно я сам с собой разговариваю не вы не слышите вот вот сюда смотрите этот еще крупнее но все-таки наверное в этом году 100 грамм не будет и кто-то разочаруется вы рассказывали а кстати на вот огромный урожай нет небольшие что какие большие огромный урожай дают потомки я их называю сыновья манджурского абрикоса вот смотрите как у них крона смыкается но вы обратите внимание чудеса какие но разве может он быть продолговатый может у него был папа продолговатый раз уж сам патриарх играет роль мамы с него косточки вырастили вот видите здесь получается так еще один еще одна разновидность сейчас увидите как же вам показать то я перешел на другой вот смотрите тоже претендент на очень крупные посмотрите какие там попадаются вот такие уже попадаются вот видите вот они более похожи на академика потому что некоторые стали круглыми абсолютно изменили форму так что ее родной по этот папа не узнает я имею ввиду академика казмена и здесь же замкнулись кроны растут внимание надо мной смеются или выскакивают видите какие они продолговатые но ведь он же не должен быть таким кто его опылил кто-то продолговатый а продолговатый у меня а амур плоды с этими вот с такими вот хвостиками видите а амур б манитоба и в академик кто-то из них я это называю ветром надуло может быть даже это прямые связи под названием телегония опять смеетесь вообще смеяться некому потому что специалисты уходят на пенсию виной мир и уже давно махнули на меня рукой спорить не о чем вот пригвоздили ссылаясь на начинается любая их доказательство статья словами начинается 30 50-е годы было опровергнута вон они растут себя их опровергни они не знают вот эти деревья да смотрите внимательно они не знают что их опровергли вы знаете сколько будет манджурцев у меня два претендента которые манджурцу тому уже 37 примерно вы видели его он весь извечен мною спасибо научили вот посмотрите урожай вот это одно дерево это один из претендентов на пост манджурца то есть он мелкие сумасшедшие урожая видели как плохо что не видно так как видно они с жженым глазом 1 и 2 полюбуйтесь на это чудо это два молодых гиганта у них эти верхние ветки вон они все плодах вот это все на высоте третьих это трехэтажный дом если сравнивать с метражом невероятно все это объем кроны большой я собрался купить ведра и поставить несколько рекордов почему это не просто дерево им всего 15 лет а представляете сколько он уже дал урожаю это немыслимо но на должность я уже назвал интересное слово на должность абрикоса должность латинков не латинков а латинков он не претендует вот сильно мелкий еще один абрикос это я ветку привез украины жердель там она сладкая но мелкая урожай сумасшедший корр здесь 6 крона она одна как те 2 как те 2 что я перед этим показывал вот здесь ожидается порядка 30 ведер но я могу ошибиться на 10 туда или сюда плоды еще еще мелкие но количество плодов немерено вот так ходишь вокруг и не веришь сам себе а полный круг дать это надо примерно 20-30 метров вот так идти и показывать и показывать вот это вот все одно дерево вот я привез в Северсонской области город не город а бериславский район давайте искать еще у меня есть безымянные деревья я выберу наиболее из них когда-то были потеряны бирки они укрупнились мне удается укрупнять разу в два кому надо запросите у меня те самые материалы латинкова наши телемосты вы увидите чудо посмотрите один безымянный называется рыжий он действительно безымянный его не в честь никого называли вот уже вот такие плоды вот по мнению чернобаева у нас суперспециалист по абрикосам хоть и хоть и всего лишь какой-то этот художник знаете как нас припечатают я какой-то металлург он какой-то художник вот я вспоминаю это выражение жили были три брата два умных один футболист вот это вроде бы как мы третий и вот получается что вот этот у меня я буду смотреть до какой поры они увеличатся может быть именно его я назову латинков потом нарежу с него веток надо будет не просто нарезать плоды само собой продам я надеюсь они укрепляться в этот год засушливы невероятно но 78 грамм дай бог если будут невероятная засуха и сейчас засуха вчера было плюс 40 вот бегаем поливаем эти несчастные овощи ну вот эти деревья не поливаю вот еще одно она тоже безымянная смотрите тоже претендент но у них еще будет разная окраска разный вкус вот будем ходить также буду ходить возьму с собой таких непризятых людей может это будет савинич или на санна может это будет чернобаев мы все трое дружим а может оба буду тут мне нужно выявить и обессмертить имя латинкова сейчас скажу я ну дальше говорить опять та же история есть крупные крупноплодные вот безымянный вот есть фаина но фаина уже знаете однажды девочка она родилась и жила с больным сердцем когда я с ней познакомился ей было 15 лет жила в туве было фаина уже стоял вопрос вот одинокая совершенно это было кто знает тут наверное не раз плакал вот а потом его москву санитарным самолетом сделать операцию на сердце вот и она лежала и ждала когда из того перечислить деньги тувинский минздрав москву и не дождалась умерла может одно два дня вот это было страшное горе потому что у меня было это мы познакомились за оси она меня называла ангел-хранитель я высылал ей деньги вот 15 лет мыло полы в школе зарабатывая потом меня спросили а где же были местные того органы эти самые все это пфу блин извините за мат и вот получилось так что когда ее не стало я самый мой лучший клон выдаюсь я назвал фаина вот ему трудно у него три родителя манджурский королевский и академик вот видите в этом году насколько нами измельчало но это только из-за дикой засухи только поэтому например есть у меня фаина вон там она она уже там плоды не уступает королевском я уже туда не пойду вот сейчас покажу издаля вот там у меня растет еще три фаина вон 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 на фоне строящегося дома видите вот а там она уже крупнее два раза это просто вот это дерево но не самое удачное назовем его все-таки морозы бьют ну фаина уже не переименуешь и так еще несколько слов про лутинкова потому что сейчас моргает зарядка и все закончится само без меня и так на вебинаре я приготовил сказать следующее вот хожу по саду да я мне показал но уже поздно пока вернусь зарядка кончится я бы не показал его малину и не показал его крыжовник супер я его называю вот и много чего еще есть тут груши пару сортов сладких от него вот но главное хотел сказать покаяться не покаяться пока он был жив я называла очень скромно совершенно скромно вот один из лучших садоводов в россии вот так я его называл вот пришло время пришло время и юрия все еще не стало не просто гибель а трагическая гибель как будто ну там свете не хватает хороших садоводов я часто думаю как выглядит райский сад и не может быть что это чисто кто это там бог махнул рукой сад и он себе плодоносит а праведники сидят там это самое пьют из бокалов нектаре нектар перебродивший извините за выражение вот сок и тот же абрикосовый нет вот его тоже нужна поддержка его тоже кто-то должен ухаживать там такая же трава такая же земля вот нужен уход и когда иногда так уходили мои лучшие друзья вот уходили после тяжелых травм чижик боднар теперь вот латинков и тяжелую болезнь пережил это так и это самый бородич тоже травма боднар это тяжелой болезни умер и вот тогда я подумал а ведь может быть они уже там работают в раю они не бездельники там сидеть или это перебрежь перебродивший сок с утра до вечера пить это труженики вот кстати это груша от латинкова вот она видите слаще не бывает но это так попутно так вот я заканчиваю свою речь знаете чем запись идет идет заканчиваю следующим наверное возможно то что я обошел самое крупное пока абрикосы вот на этом дереве пока но посмотрим ну нет она имеет имя это клон академика нельзя я хочу назвать безымянное вот эти как птицы только-только и сразу птицы едят это мой самый скромный на самый надежный черешня вот я уже с нее все собрал что успел половину птицы съели видите как они любят их опять зачем я отвлекся возвращаясь и заканчиваю итак выберу назову абрикос латинков но после того когда я его скромно называл один из лучших садоводов россии так я теперь буду называть по-другому еще скромнее я знаю двух гениев мичурина и боднера и третий латинков так что из скромного разряда после его смерти я теперь не стесняюсь говорить то что думаю а я думаю что он гений вот все друзья на этом я заканчиваю вот посмотрите молодежь третий год посмотрите на этот холм еще и запись есть видите это холм первый год трудно было поливать сейчас наоборот поливаешь вода скатывается на периметр крона и теперь ему за не грозит если поливать другое дело что я их никогда не поливал и вот на третий год посмотрите внимательно вот это мои новые безымянные но такие которые они не прошли огневода вот видите плоды неплохие но это будет середнячок есть у меня петр великий там самом конце на нем тоже три плода хожу и не дышу только бы не упали так вот это среди этих раз вот черный абрикос я тут тимошку показывал тимошка говорю поздравляю ты посадил это дерево я сделал из этого праздник сейчас покажу я сделал из этого праздник вот она видите вот это вот черный абрикосик первый вот он вот видите вот это дерево посажено моим сыном а юрий алексеевич я только познакомился с его дочерью с внучкой алены вот я теперь надеюсь что алена вырастет такие же такое же дерево и не одно а может быть когда-то на их будет выращивать тысячами вот так вот третий год и все плода еще тут такие есть видите все друзья я заканчиваю итак я закончил на словах юрий алексеевич это настоящий гений кто не верит пожалуйста доказательств у меня много вот сколько мы с ним гадали сколько мы про гетерозе сколько вы ну кто поверит что это абрикос то кто вот эти глаза ну кто поверит ну а вот он уже вот такой дубина ну из косточки и он они первые плодики самые первые плодики вот видите плодик 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 ну кто поверит что это абрикос ну кто представляете как интересно жить в этом мире а мы еще про это а нас вы химерами занимайтесь а вы это самое алексеевич значит назвали шаман номер один в россии это с трибуны назвал крупнейшие вот кстати вот его только еще без этого без единого полива его это крыжовник будем его размножать вот с трибуны съезда который называется съезд садоводов не только россии всего снг вот крупнейший специалист по абрикосам он на том свете фамилию не могу он сказал это я сослов латинкова съезд был челябинский он там был вот сама номер один и шаман номер два и латинков всем нас и поздравьте ну все друзья заканчиваем до свидания просто немножко отпустит на душе когда я скажу несколько добрых слов я вас знакомлю с гением не не лучшим садоводом россии нет не так не за ними самых лучших это само собой садовым гением